Дорогие братья и сестры, с праздником вас, святого праведного преподобного Серафима Саровску, батюшки нашего любимого. Вот мы стоим, вот этот крест, дорогие братья и сестры, на этом месте преподобному Сергию Радонежскому явился старец и дал ему просвору. И вот на этом месте вот стоит крест. Преподобный наш Сергий, моли Бога, преподобный наш Сергий, моли Бога. Преподобный наш Сергий, моли Бога, помоги нашим детям в учебе, помоги и спаси, помилуй. Сегодня у нас День Ангела у нашей Серафимы, нашего Серафима, наших детей. Вот мы всей семьей приехали с Божьей помощью на это святое место. Вот, дорогие братья и сестры, на этом месте преподобному Сергию Радонежскому, маленькому мальчику, Варфоломею, явился старец, дал ему просвору, и он стал красиво читать, красиво петь. Пускай преподобный по молитвам батюшки нашего Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского и Сергия Радонежского. Господь поможет нашим детям в учебе, вот, скоро, как ни крути, 1 сентября, вот, преподобному Сергию Радонежскому молятся, чтобы он помог детям в учебе, сдавать экзамены, учиться. Я желаю всем, всем деткам, чтобы все хорошо учились, чтобы были все мудрыми, умными. Вот, и в первую очередь, как сегодня сказал батюшка, наместник такой проповеди, вы знаете, вот такую проповедь говорил, как будто все про меня. Вот каждый человек, наверное, себя увидел в этой проповеди, говорил такие глубокие слова. И знаете, что, дорогие братья и сестры, его тронуло. Когда я зашла в монастырь, здесь, в монастыре, первая икона преподобного Виталия и еще одного святого я уже забыла. И везде написано, не усуждай ближнего своего, что не надо судить на ближнего. И батюшка на проповеди говорил, что, говорит, бывает, как же, человек пьющий осуждает блудника, а блудник, говорит, осуждает пьющего. А сам, как же, на себя посмотри, кто ты, говорит, посмотри себе внутрь. Так мы, дорогие братья и сестры, и родники, не усуждаем друг друга. Ведь мы не знаем никого жизнь, мы не знаем, кто как живет, чем дышит. И никогда не осуждайте, потому что, если мы осуждаем, то мы не спасем свою бессмертную душу. Если мы судим ближнего, если мы говорим плохие слова на него, если мы всяко говорим, осуждаем и клевещим на него. Пускай по молитвам батюшки нашего Серафима Саровского, который всех-всех всегда встречал, Христос воскресе, радость моя! Я поздравляю вас всех этим большим праздником. И кто носит имена Серафима Саровского, поздравляю всех-всех День Ангела. И наших детей День Ангела также поздравляю их, желаю им, что я хочу своим детям пожелать, дорогие братья и сестры. Я хочу, чтобы мои дети спаслись, чтобы они спасли свою бессмертную душу. Вот все, что я могу им пожелать, чтобы они вошли в рай и были хоть с краюшку, но в раюшку. Вчера я, дорогие братья и сестры, немного запереживала. И знаете, Господь так всегда меня подкрепляет, чтобы я не отчаивалась. Вот я вчера сказала, что колокол наш стоит 556 тысяч. И я сильно-сильно хотела на сегодняшний праздник батюшке Серафима Саровскому перевезти 56 тысяч. И так заунывала, думаю, так где же я их возьму? Люди и так уже сколько повысылали. Так где же люди уже возьмут? Они столько уже высылают. И как-то, знаете, запереживала внутри или усомнилась, или как. И сегодня, знаете, утром встаю, и вот женщина одна, раба Божия Нила, переводит 5 тысяч. И у меня есть ровно 56 тысяч, чтобы я перевела. Вот видите, дорогие братья и сестры, Господь никогда не оставит. Я еще-еще раз утверждаю, что Он поможет даже этот колокол 210 килограмм нам выплатить. С Божьей помощью завтра приезжают наши колокола. И нас остается 498 тысяч. 498. Миленькие, родненькие, помогите. Каждую службу молилась. Сегодня монастырь за вас молилась. Просила всем здравия, всем жертвователям на звонницу, всем жертвователям на наши колокола. И еще, дорогие братья и сестры, хочу вам сказать, как сказал батюшка сегодня, что дьявол до последнего будет нас искушать навязчивыми мыслями, потому что дьявол сказал одному старцу, явился, ты кушаешь, а я совсем не ем, ты спишь хоть пару часов, а я совсем не сплю, чтобы уловить душу человеческую в ад, чтобы она уже оттуда не вышла никогда. Дьявол не дремлет. И мы должны своими навязчивыми мыслями бороться всю свою жизнь, всю, не допускать им причащаться, молиться, каяться, и чтобы была у нас всех в сердце любовь.